доброе утро друзья вот такое солнечное красивое утро а ночка у меня была еще та сломался зуб опухла щека и в общем я всю ночь промучилась сейчас иду со стоматологии в общем оказали мне частично медицинскую помощь потому что хирурга нет вот вскрыли десну откачали гной положили лекарства выписали антибиотики и в понедельник пойду я повторно уже наверное удалять остатки зуба но это будет позже кстати не знала я что нужно получать здесь полис у меня же еще московский полис но вот видите как пошли на уступки без полиса приняли рассказали как его получить сейчас приду домой буду все это дело узнавать ну а в понедельник пойду опять к врачу ну ладно давайте не будем о плохом решила вам показать наш красивейший парк уже после реконструкции смотрите девушка качается на качельке вот такие красивые качельки не знаю как назвать такая дырчатая крыша где они висят перлога наверное березки вообще сегодня очень хороший денек будет надеюсь моя зубная боль пройдет попутно зашла я валь борис сейчас вот придем домой распечатаю коробочку покажу вам но сейчас давайте пройдем насладимся красотами уже обновленного парка мы были здесь с лёшиком когда вот этих качель еще не было и в общем была только вот эта арка с фонариками лампами ой как же красиво здесь вечером осень еще не хочет лето расставаться не хочет отдавать свои права еще все зелененького он чуть-чуть так березка начинает желтеть ой ну посмотрите какая красота вот такая висящая качеля но вот эта музыка ну как же как же она мне не кстати прям хоть выключайся видите вот такое верху красота вот такие вот скамейки интересные и вот такая качелька везде все уложили плиточка и здесь вот всю плитку снимали здесь скорее всего на новый год будет все это вся эта арка череда арок украшаться гирляндами дом меньше кого там тоже говорят идет реконструкция в общем вот такая плитка под ногами высадили кустарники здесь вот посмотрите а здесь я помню стояли зеленые мишки мы когда приезжали с аней искать жилье вы и вообще по моему уже сделка у меня была здесь вот стоит стояли такие мишки зеленые вот вместо мишек теперь вот такие клумбочки и вот такая красивая красивая арка с такими круглыми белыми фонариками очень красиво здесь вечером удобные скамеечки ой какой красивый клен посмотрите класс класс очень удобная ой ну все музыка все мне все испортила друзья придется либо все это затушевывать ну тогда вы мой голос не услышите но в общем вот показала вам часть вот так с этой стороны смотрится эта арка а там по ходу праздник я шла через центр там куча автобусов деток привезли что-то будет какой-то праздник сегодня танцплощадка там вот открывают зонтик это прокат все еще работает в общем друзья город живет город благоустраивается город чистый спокойный тихий в общем мы рады особенно я лёшик то пока приезжает сюда не очень часто циркушка сам центр города очень много молодежи кстати вот видите какие красивые кустарники ой я иду кайфую сейчас боль отступила сейчас приду купила таблетки цепролит что ли выписала буду пить и буду дальше делать стену сейчас придем во двор я вам покажу что я вчера сделала посмотрите какая красота получается погодка позволяет зуб мой успокоился на время хотя бы время терять не будем буду дальше продолжать выкладывать сейчас в огород не влезть очень сыро вчера тоже вот так вот с утра был дождик ой было солнышко я пошла делать дела плиточку выкладывать лёшика провожать лёшик на один день приезжал и потом где-то после обеда в часа два опять все по затягивала и пошел дождь и уже конечно же я не выходила пошла помыла инструмент и все на этом выкладка плиточки моей закончилась вот здесь у нас друзья сгорел дом так страшно погиб молодой парень мать успели вытащить в окно а парень 30 чем-то лет погиб вот очень страшно проводка так что друзья следите за исправностью вашей проводки вот тут вот тоже что-то строит наверно какая-то палаточка будет в общем все строится жаль что я не сняла вам то место где стоматология какие же там богатые дома по этой улице да и сама стоматология была на уровне и вот так вот бесплатно мне ну во всяком случае разрезали выпустили гной сделали обезболивающий и до понедельника я как-то доживу вот здесь стоматология называется стомат онлайн вот вот в эти в этих зданиях она вон она вывеска си синяя стоматология написано вот там я сюда позвонила друзья и офигела от цен мне сказали удаление коренного зуба от двух с половиной тысяч от двух представляете вот здесь вот эта стоматология кто живет в чеплыги не бывали ли вы здесь сделайте отзыв пожалуйста но цены здесь кусаются очень кусаются в москве по-моему даже дешевле вырвать зуб вот она вот сюда я звонила и не пошла а поехала в государственную на улице 8 марта вот вот такие дела посмотрим что будет в понедельник как не вырвут не вырвут она говорит о его еще можно полечить я его в москве лечила два года назад 3000 обошелся зуб вот он два года пожил стенка отвалилась и я не вижу смысла его лечить ну там одна стеночка и такие вот проблемы гной все и все эти дела уж пусть он уже выпадает и скорее всего буду потом протезироваться как же мне нравится город чеплы как же здесь уютно ладно я пока отключусь здесь уже ничего интересного вот этот дом замок меня какую-то грусть наводит не знаю почему-то вспоминается фильм собака баскервилли не знаю почему вот такие ассоциации этапа володарского улице короче все сейчас дойдем домой там включусь и покажу вам что я вчера сделала ну вот друзья мои дома так цветочки подходили от жары ликуют теперь хризантемки цветут и вот вчера я полдня пока не пошел дождь занималась вот этой красотой все это будет краситься и стены будут краситься потому что невозможно было аккуратно посадить все это клей плиточный юнис плюс морозостойкий вот все это будет сначала грунтоваться алёша купил уже два кулера для краски купил фасадную краску она будет чуть чуть темнее вот этого бежевого кирпичики будут еще темнее чтобы выделялась вот так вот смотрится окошко половинку я сделала лёшек покрасил видите вот там фронтон в темноте не видно ну в общем купили коричневую краску покрасил лёшек вот здесь и вот там фронтон вот там все уже покрашена смотрится конечно красиво но на видео у вас все черное непонятно ну в общем друзья будет все хорошо вот такую вот она на картинке обувницу я купила металлическую когда соберу все вам покажу счет коммуналка пришла коммуналка сейчас вместе с интернетом вместе ну со всеми делами где-то около 2000 ну потому что газа мало израсходуется хотя я уже пару не включала отопление вот были прохладные денечки ну а пока пока не работает во всю мощь посмотрим что за обувница эти верона 14 кухня верона и обувницы верона а вот еще чем занимались пока здесь лёшек был один день купили доску обрезную купили кронштейны сейчас я вам покажу все полки очень дорого покупать обрезная доска по моему 280 рублей 6 метров вот покрасили вот кстати вот так таким цветом шоколад покрашен фронтон вот лёшек порезал до нужного размера полок метр шестьдесят по моему вот эту доску обрезную купил такого же цвета кронштейны и это вот полочки будут для нашей терраски я вам уже говорила будет как кладовая то вот эти окошки я тоже также таким же макаром тоже сделаю и вот это окошко и угол здесь ну и вот то окошко у нас два окна в ванной комнате вот ой ну как же мне нравится смотрите друзья какая красота когда все покрасится когда все сделается это же вообще но песня что еще хочу сказать у меня в огороде еще много чего не сорвано вот полиэтиленом я накрыла помидоры здесь два куста там их много пусть греются даже огурчики еще есть сегодня кстати тоже был мороз и вчера бы были заморозки ночные наверно минус 2 точно было и видите я закрыла теплицу вот чем удобно вот такая незамысловатая дешевая теплица вот полиэтилен вверх поднял летом когда нужно опустил вот я ее закрыла и сейчас пройдем в теплицу посмотрите какие там как там начались петь помидорчики видите как стекло запотело это значит что там тепло вот не тыквы я еще не собирала не перчик вроде бы то уже говорят идет тепло вот видите еще перчик здесь буду собирать вот он красавец висит ну посмотрела вроде бы то мороз его не зацепил сварила я варенье неженка со сгущенкой в общем там очень мало сахара грамм 200 наверное на 3 килограмма и банка сгущенки и 100 грамм воды яблоки чистятся режется тушатся взбиваются блендером добавляется сгущенное молоко сахар по вкусу и опять взбивается кипятится я минут 20 кипятила не больше и потом по баночкам и лёшик вот взял с собой говорит лен если будут еще яблоки сделай еще очень похоже на знаете как детское пюре вот давайте пройдем вов тут прям ох какая теплынь видите помидоры стали спеть вон они буренькие висят а то что все зеленое было их тут еще тьма вот там тоже видите сколько буре час переоденусь и соберу буренькие вот там буренькие здесь вот в общем еще будут помидоры эти я закрою с аспирином ладно грейтесь грейтесь спите вот так что я вот тепличку перекрыла здесь она была вся открытая видите все запотело все там это все начало спеть вот ну сейчас пойду соберу эту полочку посмотрю как она что она из себя представляет полочка стоит 1600 рублей купола на вайбарис ой ну как же мне нравится очень красиво правда друзья напишите пожалуйста как вам гипсовая плиточка собственного производства все загрунтуется закраситься и она будет крепкая вот кстати покажу вам вот такие колеры купил лёшек это вот для камушков для плиточки а вот этот посветлее для стены конечно такой стена не будет темной это колер сам по себе в белую краску добавляется и там я уже буду смотреть какой цвет мне нужен ну что друзья я приятно удивлена собрала я эту полочку буквально за 15 минут посмотрите везде металл эта сетка все металл и словила себя на мысли что очень она похожа на вот эту полку которую я покупала в магазине икея ну вот просто одна и та же схема сборки одни те же направляющие только здесь вот дерево вот здесь металлическая сетка в общем эти полки продаются в белом и черном цвете естественно я купила в черным в черном цвете она будет стоять у нас в терраске не здесь конечно же не думайте это я просто вам показываю в более красивом месте ну и чтобы показать что они очень похожи и и больше всего радует что это друзья наш российский производитель вот посмотрите изготовитель завод металлических изделий город соликамск это какой край пермский край в общем свято место пусто не бывает икея ушла а наш производитель пришел давно пора аплодисменты вам дорогие работники этого завода так держать очень понравилось на 6 пар обуви там есть еще и место для ключей вот кстати за моей завод металлических изделий вот их логотип и здесь вот видите крючочки для зонтиков для ключей в общем она еще и роль ключницы исполняет за 1600 рублей друзья это просто песня причем они бывают разных размеров и на разное количество обуви есть повыше есть пошире есть полочек вот этих прям этажерки такие да вы знаете я думаю что что можно использовать и не как обувницу это прекрасно этажерка для чего-то другого для цветов для книг ну можно придумать куда ее использовать видите здесь тоже крючочки то есть с одной и с другой стороны и получается такая полочка поднос видите она со всех сторон бортики можно сюда положить что-то никуда не скатится не упадет ну в общем друзья я очень очень довольна рекомендую это не реклама покупала за свои кровно заработанные так что обратите внимание на вот эту полочку все мои хорошие на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео сегодняшний влог я думаю вам было интересно я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока пока